Приветствую вас, товарищи трейдеры! Мы сегодня разберем волновой анализ, разворотную фигуру голова и плечи, фигуру продолжения тренда флаг. Мы разберем фрактальный анализ рынка, правильное построение наклонных каналов, торговлю уровней поддержки и сопротивления на пробой. Ну а точнее мы сегодня разберем структуру рынка, паттерн 1, 2, 3. На самом деле все, что я назвал, объединяет 1 паттерн 1, 2, 3. И поэтому я твердо убежден, что любой трейдер, который хочет торговать на валютном рынке, просто обязан уметь использовать этот паттерн, обязан знать, как его находить на рынке, обязан знать, как его применять в торговле, как с помощью этого паттерна устанавливать стоп-лосс, определять тейк-профит, по крайней мере ближайший тейк-профит, и это то, что любой трейдер обязан делать. Вы скальпер, или вы среднесрочник, или вы долгосрочник, или вы торгуете акциями, или вы торгуете, может быть, криптовалютой, может быть, вы торгуете CFD-контрактами. Это совершенно на самом деле не важно. В любом случае паттерн 1, 2, 3 – это основа рынка, это основа формирования цены, это структура рынка, которую просто каждый трейдер обязан знать. И мы сегодня разберем эту фигуру, мы разберем ее на различных примерах, мы разберем фильтры, которые можно опять-таки применять для того, чтобы находить эту фигуру, мы разберем то, о чем редко говорят, мы разберем то, что отличает эту фигуру от простого какого-то движения. Мы на все эти моменты, мы обратим внимание, если будут какие-то вопросы, то вы их обязательно задавайте, не стесняйтесь. Если вы смотрите это видео в записи, то обязательно подписывайтесь на наш канал. Если вам это видео понравится, то не забудьте поставить палец вверх. Ну что, поехали? Мы сразу перейдем на график, мы не будем смотреть какие-то презентации, мы будем все разбирать вживую, на живом графике, потому что я думаю, что лучше, чем живой график, нам никто ничего не скажет, потому что мы же будем торговать не на презентациях, мы будем торговать на графиках, и поэтому мы будем, конечно же, стараться работать сегодня максимально на графиках. Ну, а если вдруг у вас будут вопросы, то вы обязательно их задавайте, не стесняйтесь. Давайте сначала мы нарисуем эту фигуру. Что же такое фигура 1, 2, 3, паттерн 1, 2, 3? На самом деле это не что иное, как импульс, коррекция и импульс. Вот это вот 1, соответственно, это вот 2 и это 3. Как обозначается паттерн 1, 2, 3? Если мы хотим найти паттерн 1, 2, 3, то нам необходимо его размечать следующим образом. Это 1, что это за 1? В таком случае здесь был какой-то тренд восходящий. Вообще паттерн 1, 2, 3 является разворотным паттерном, но очень часто трейдеры его используют именно для поиска коррекции, потому что коррекцию надо найти, и мы тоже разберем, как это находить коррекцию, как находить хороший паттерн. И вот наша первая точка, первая точка разворота, это 1. Вторая точка, это место, где начала формироваться коррекция. Вот она, точка 2, и, соответственно, точка 3. Вот он наш паттерн 1, 2, 3, то есть он имеет 3 точки. Точка 1, соответственно, точка 2 и точка 3. Вот они наши 3 точки. Это и есть паттерн 1, 2, 3. Вроде бы, казалось бы, ерунда, да вы можете сказать, что вы все это знаете и зачем нам это надо, ну и так понятно, что да, это вроде как все знают Знают все, знают все, используют далеко не все и даже мало того, мало кто это использует, хотя на самом деле можно использовать просто паттерн 1, 2, 3 И этого даже будет достаточно для того, чтобы прибыльно торговать на валютном рынке, причем совершенно на любом таймфрейме Но я думаю, что ниже М5 спускаться, конечно, не стоит, но М5 это нормально И давайте посмотрим теперь, о чем же я говорил в самом начале Вы помните, что я сказал, что мы сегодня будем изучать волновой анализ Вот можно сказать, что мы так и будем делать, потому что это не что иное, как волна А, волна Б и вниз, соответственно, волна С Это если вот называть волновой анализ тот, который я преподаю То есть в моем волновом анализе есть А, Б, С, 4, 5 и все Давайте подумаем, а как же, или я думаю, что здесь есть волновики, как же отмечают классики Как классики подписывают волновые конструкции У классика всегда верх 5-волновка, ну то есть по тренду 5-волновка против тренда 3-волновка То есть импульсная 5-волновая конструкция и коррекционная, соответственно, 3-волновая конструкция Вот давайте мы нарисуем эту конструкцию 3-4-5 Ну и, соответственно, А, Б, С Это у нас будет коррекционная конструкция А, Б, С Это классический волновой анализ Я не использую классический волновой анализ, потому что я считаю, что это полная ерунда И он не работает, извините меня, классики Я понимаю, что вы к нему привыкли, вы его любите Я не против того, чтобы вы торговали так, как это прибыль Я использую измененный волновой анализ Он мне ближе, он мне роднее И мне с ним гораздо легче, поэтому я использую свой волновой анализ Это я сейчас нарисовал вот именно фигуру классического волнового анализа И давайте посмотрим, что же здесь у нас такое было Это же коррекция, правильно? И получается, что паттерн 1-2-3 также и используется для определения коррекции То есть он используется не только для определения разворота тренда Но он и используется для определения коррекции Получается так, что мы можем использовать паттерн 1-2-3 для определения коррекции Ну и конечно же здесь мы могли использовать паттерн 1-2-3 для определения импульса То есть конечно же на пробитии 1, точнее на пробитии 2 мы должны были входить в покупку Если говорить на языке волновика, то получается на пробитии волны 1 мы должны были входить в покупку То есть у нас же вы помните, начало движения это 1, потом 2, это если мы разбираем паттерн 1, 2, 3 И здесь соответственно 3 То есть на пробитии точки 2, чуть-чуть выше мы ставим ордер на покупку и здесь уже входим в покупку Это волновой анализ, давайте разберем, не волновой анализ, давайте разберем многосвечные фигуры Вы наверняка многие знаете, многие видели, даже может быть кто-то из вас пробовал торговать фигуру голова-плечи А что такое фигура голова и плечи? Это разворотная фигура и она имеет вот такую форму именно как голова и два плеча И что же мы здесь видим? Мы здесь видим что? Мы здесь видим 1, 2, 3 То есть мы здесь видим паттерн 1, 2, 3 И соответственно после этого образовался разворотный паттерн, который тоже называется 1, 2 и 3 То есть получается, что фигура голова-плечи это тоже паттерн 1, 2, 3 И с этим поспорить возможно, я думаю нереально просто с этим поспорить Потому что это очевидно, фигура голова-плечи это паттерн 1, 2, 3 А давайте посмотрим фигуру продолжения тренда Ведь есть еще фигура продолжения тренда, которая называется флаг То есть это какой-то сильный импульс И после этого коррекция Коррекция состоящая, как правило, из трех волн Итак, у нас волна 1, волна 2 и волна 3 Получается, что у нас получается, что мы определили этот флаг Почему это флаг? Вот я рисую этот флаг Все доказывают, что это флаг Вот он То есть у нас здесь на самом деле образовалась фигура флаг И пробитие этого флага скажет о том, что нам необходимо входить в покупки Правильно? И давайте мы нарисуем это пробитие Вот оно, это пробитие Получается, что мы опять могли использовать паттерн 1, 2, 3 Вот у нас точка 1 Точка 1, это смена тренда Точка 2 И точка 3 То есть, опять-таки, получается, на пробитии Здесь мы должны были что делать? Мы должны были покупать То есть здесь мы должны были покупать валютную пару Или то, что мы торгуем, неважно, что мы торгуем Но здесь нам необходимо было покупать А вот что вы здесь еще увидели интересного? Кроме флага И кроме паттерна 1, 2, 3 А ведь флаг это тоже фигура головоплечья на самом деле Я специально нарисовал разным цветом Чтобы вы так сразу не заметили, что это головоплечья Но на самом деле это паттерн 1, 2, 3 вниз И паттерн 1, 2, 3 вверх Это не что иное, как фигура головоплечья И получается, что мы опять торгуем фигуру головоплечья на пробитии линии шеи То есть мы вроде бы как торговали паттерн 1, 2, 3 И тут же мы торгуем фигуру головоплечья на пробитии линии шеи И тут же мы торгуем фигуру флаг И вопрос, а что же мы торгуем? А ведь мы торгуем просто структуру рынка Потому что структура рынка – это паттерн 1, 2, 3. Давайте посмотрим на графики фрактальный анализ. Ну, ведь что может быть? Ну, опять-таки, многие используют фрактальный анализ в рынке. Да, кстати, это что у нас за продажа? Вы помните, что вчера на вебинаре мы поставили отложенный ордер на продажу. Вот, в принципе, этот отложенный ордер. Стоплос перевел в безубыток. Кстати, я предупредил о двух сделках. Вы помните, что вчера у нас был открыт ордер на покупку по валютной паре евро-доллар. И на продажу мы поставили отложенный ордер по доллару-иене. Вот в своей группе ВКонтакте я... Группа ВКонтакте, вот, Forex Profit 777. Ну, такая вот ссылка получается. И вот, когда это все произошло, я предупредил, во-первых, по евро-доллару, что мы закрыли первую часть сделки. Вы помните, что вчера я этот торговый план давал в утренней рассылке, которую вы получаете как клиенты компании Grand Capital. А вот, в принципе, этот утренний план. Он отработал частично, потому что мы взяли первый Take Profit. Все хорошо, сделка была переведена в безубыток. И также по доллару-иене я тоже предупредил своих подписчиков о том, что необходимо было закрыть часть сделки и перевести сделку в безубыток по иене. Впрочем, вот как раз вот эта вот сделка по иене, она и есть. Вот она, вы ее видите. И давайте посмотрим фрактальный анализ. Что у нас есть по фрактальному анализу? Я когда-то проводил вебинар по фрактальному анализу. И вы помните, что у нас есть фрактал старта, фрактал сигнала и фрактал стопа. В принципе, у нас есть три фрактала, которые имеют свои определенные названия. И давайте мы их поищем. То есть у нас смена тренда произошла. Вот здесь вот произошла смена тренда. И у нас образовался фрактал старта. Вот он, фрактал старта. После этого образовался фрактал сигнала. Вот он, фрактал сигнала. Ну или сигнальный фрактал. Где же ставится фрактал стопа? Вот он, фрактал стопа. То есть чуть-чуть левее. Где же надо входить в продажу? В продажу нужно входить на пробитие минимума То есть на пробитие фрактала старта Вот сейчас я нарисовал классический фрактальный вход А ведь на самом деле, что мы здесь имеем? Мы имеем Давайте мы сейчас нарисуем три цифры Мы имеем паттерн 1, 2 и 3 То есть получается, что фрактальный анализ Это паттерн 1, 2, 3 И опять-таки по фрактальному анализу Мы должны поставить стоп-лосс где? Мы его должны поставить за фракталом стопа Где же мы должны поставить стоп-лосс по паттерну 1, 2, 3? Мы должны его поставить за 1 То есть за точкой 1 Получается и фрактальный анализ, и паттерн 1, 2, 3 Имеют совершенно одинаковые правила Что же такое? А если мы торгуем волнами? Мы тоже должны поставить за основанием волны А То есть получается, что волновой анализ говорит, что это вниз волна А Вверх волна В И вниз волна С И если мы торгуем волновым анализом, то мы должны поставить стоп-лосс за волной А Если мы торгуем фрактальным анализом, то мы должны поставить стоп-лосс за фракталом стопа Если мы торгуем паттерн 1, 2, 3, мы должны поставить стоп-лосс за точкой 1 Получается, что названий много Написано много А по факту это совершенно одно и то же То есть мы просто отрабатываем структуру рынка И все, просто структура рынка Вот у нас такой получается паттерн 1, 2, 3 Да, кстати, уровни поддержки и сопротивления, они же также имеют место быть То есть где у нас уровень? Вот у нас отличный уровень, кстати, он даже зеркальный Замечательный уровень Здесь он у нас был уровнем поддержки И мы его пробили Следовательно, на пробитии этого уровня Когда цена закрылась за уровнем, мы по идее должны продавать И все То есть получается, что мы опять отрабатываем то же самое И что у нас было здесь? У нас здесь был паттерн 1, 2 и 3 И опять-таки у нас здесь была волновая фигура И у нас здесь был фрактальный вход То есть по фракталам Потому что если мы разбираем фракталы То вот у нас фрактал старта Фрактал сигнала И пробитие фрактала старта говорит о том, что нужно покупать И, конечно же, нам нужно было здесь покупать Естественно, нужно было здесь покупать Что говорит волновой анализ? Волновой анализ говорит о том, что здесь нужно покупать Потому что у нас сформировалась восходящая конструкция Что говорит паттерн 1, 2, 3? Он нам говорит, что это 1, это точка 2 и это точка 3 То есть на пробитии точки 2 мы должны покупать Получается, что мы отрабатываем паттерн 1, 2, 3 То есть кто-то говорит, что он отрабатывает фрактальный анализ Кто-то говорит, что он отрабатывает волновые структуры Кто-то говорит, что он отрабатывает многосвечные фигуры А по факту все отрабатывают паттерн 1, 2, 3 И именно поэтому я решил сегодня разобрать паттерн 1, 2, 3, потому что я на 100% убежден, что любой трейдер, который хочет торговать на валютном рынке, он обязан знать, как строить паттерн 1, 2, 3, особенности паттерна 1, 2, 3, на что необходимо обращать внимание, когда вы работаете с паттерном 1, 2, 3, и тогда вы сможете прибыльно торговать. По-другому у вас ничего не получится, вы возьмете какие-нибудь индикаторные красивые торговые стратегии, но они вам ничего не дадут, кроме какой-то красивой картинки, если вы не знаете структуру рынка. Поэтому вы просто обязаны знать структуру рынка, по-другому прибыльной торговли у вас не будет, хотите вы этого или не хотите, вам просто придется это принять. Вам придется принять такую правду, что по-другому не будет никогда, это невозможно. Итак, на что же необходимо обращать внимание, когда мы ищем паттерн 1, 2, 3? Какая такая вот есть очень приятная особенность паттерна 1, 2, 3, которая, как правило, дает очень хороший результат. Вот очень хороший результат, вы просто можете отмотать назад, посмотреть на истории, и вы увидите, что это действительно такая фишка, на которую редко обращают внимание, но она классная. Она классная и она работает. Мы видим, что у нас здесь есть хвост. Хвост это не что иное, как ложное пробитие. Если вы изучали уровни, вы знаете о ложных пробитиях уровня. И здесь у нас какой-то получается уровень, и было ложное пробитие, то есть у нас образовался хвост. Вот этот хвост это такой лакомный кусочек для паттерна 1, 2, 3. То есть именно в точке 1 должен быть хвост. То же самое мы видим и здесь, мы видим наличие этого хвоста. То есть здесь, видите, здесь образовался какой-то уровень. Давайте я увеличу покрупнее, чтобы мы совсем это точно увидели. Вот он, наш образовался фрактал. И мы видим, что здесь какой-то есть очень такой неплохой уровень, который вот эту свечу часовую держал, вот эту держал, эту, эту. То есть и до этого еще он держал довольно много свечей, вот они две свечи. То есть он их держит, получается один и тот же уровень держит вот эту вот всю цену. И у нас был хвост, то есть у нас было пробитие. И мало того, есть здесь очень такая хорошая, замечательная штука, это пробитие минимума. Где у нас минимум? Вот он, вот он у нас самый-самый минимум, который был. И здесь что было? Здесь было пробитие. А почему здесь было пробитие? Да потому что здесь стояли стоп-лоссы. Все очень просто. Здесь стояли стоп-лоссы. То есть цена пошла вверх, кто-то здесь купил внутридневной трейдер, который торгует на маленьких каких-то участках. Поставил стоп-лосс за минимум, ну все же так учат, правильно? Нужно ставить стоп-лосс за минимум. Он так и сделал, после этого произошло пробитие. И сформировался вот этот вот хвост. Вот этот хвост, это и есть точка 1. Это точка 1, которая хорошая, которая качественно отработается. Это вот точка 1, которую необходимо отрабатывать. После этого, на самом деле, здесь можно было найти и раньше вход. То есть вот это вот можно было принять за 1. То есть вот это вот как раз 1, вот это сверху у нас получается 2. И вниз, соответственно, у нас будет 3. На пробитии максимума можно было входить в покупки. Но это если перейти на меньше таймфрейм. И мы с этим тоже поработаем. Мы обязательно перейдем на меньше таймфрейм для того, чтобы находить более выгодные точки входа. С меньшим стоп-лоссом и при этом большим тейк-профитом. То есть как заработать больше. Потому что на самом деле, если разбирать классику паттерна 1, 2, 3. То математическое ожидание всегда работает против трейдера. Почему работает против трейдера? Потому что соотношение стоп-лосса и тейк-профита получается невыгодно. То есть тейк-профит получается чуть меньше, чем стоп-лосс. Всегда. Всегда в паттерне 1, 2, 3. Тейк-профит чуть меньше стоп-лосса. Но мы это разберем. Но на самом деле, когда создавался этот паттерн, когда он изучался, то цель была найти первый тейк-профит. То есть не тот тейк-профит, который вы просто забрали и ушли. Нет. Была задача найти первый тейк-профит, который с огромной вероятностью сработает. Именно с большой вероятностью он сработает. Дальше уже неизвестно. Но первый тейк-профит действительно будет срабатывать с очень большой вероятностью. И мы, конечно же, разберем, где его искать, как его определять. Ну, впрочем, вот давайте как раз это мы и сделаем. Итак, мы разобрались, что за точкой 1 мы ставим стоп-лосс. То есть мы всегда ставим стоп-лосс за точкой 1. То есть если мы рассматриваем покупки, то стоп-лосс где-то ставим здесь. Если мы здесь рассмотрели продажи, то стоп-лосс ставим где-то здесь. Здесь у нас были опять-таки продажи, опять-таки точка 1, точка 2 и точка 3 На пробитии точки 2 мы что должны были делать? Мы должны были продавать, правильно? Продавать То есть где-то, где-то вот здесь вот должна была быть продажа сегодня по паттерну 1, 2, 3 И если бы мы продали, на самом деле вот здесь вот можно найти, разобрать любую ситуацию по этой валютной паре И во всех ситуациях вы бы получили прибыль, во всех То есть все ситуации, которые вы здесь видите, можно разобрать любую ситуацию и по ней будет прибыль Любую, совершенно Где-то будет только первая прибыль, мы разберем, что значит первая прибыль На самом деле здесь у нас, обратите внимание, что у нас получилось повышение конструкции Но так как я волновик, то я говорю о волновых конструкциях. Можно говорить о конструкциях паттерна 1, 2, 3. То есть это будет то же самое, просто я чуть-чуть по-другому смотрю. Если вы будете торговать просто паттерн 1, 2, 3, вы будете смотреть чуть-чуть по-другому. Но от этого на самом деле сильно, прям сильно так не изменится. То есть вот это вот движение вниз, это вот смотрите, получается у нас 1, правильно? Мы определили, что это 1. Вниз у нас получилось что? У нас получается, что вниз это уже 2. 2, а вверх 3. То есть мы нашли большего уровня, большего волнового уровня конструкцию. Вниз у нас вот это точка 1, точка 2 и вверху здесь точка 3. В этой конструкции есть более меньшая конструкция, то есть меньшего волнового уровня. Ну извините, я волновик, поэтому буду говорить волнового уровня. Мне кажется, что это правильно. Может быть это не совсем правильно по отношению к этому паттерну. Ну я думаю, он на меня сильно не обидится, потому что я о нем сегодня много рассказываю. И мы видим, что давайте ее сделаем другого цвета, чтобы мы понимали, что это конструкция меньшего волнового уровня. Отметим синим цветом. Вот отлично, мы отметили синим цветом. То есть получается, это у нас получилась какая-то большая конструкция, в ней какая-то меньшая конструкция, меньшего уровня. И на самом деле в ней я даю гарантию 99%, что в ней есть меньшая конструкция. Ну так всегда. Это структура. Структура рынка никогда не обманывает. Давайте построим наклонную линию. Вот как раз я сказал, что мы будем учиться сегодня правильно строить наклонные каналы. Помните, я об этом сказал? Это тоже паттерн 1, 2, 3. Как построить правильно наклонный канал? Да все очень просто. Нужно построить паттерн 1, 2, 3. И вы будете уметь профессионально строить наклонные каналы. Так как вас никто даже может быть и не научит. Никто, конечно, нет. Я могу научить правильно строить наклонные каналы. Так, давайте я верну обратно свечи. Что-то я тут нахулиганил. И вот мы строим опять паттерн 1, 2, 3. Вот у нас 2 точка вверху, 3 точка внизу. И на пробитии нам здесь нужно было что делать? Нам нужно было покупать на самом деле. Здесь мы тоже могли покупать и мы тоже получили бы прибыль. Я вас уверяю, что здесь мы бы получили прибыль. Первую прибыль мы бы получили. И я могу разобрать любой здесь фрагмент. И везде я докажу, что первую прибыль по правилам получения первой прибыли вы получили бы везде. Ну вот на этом фрагменте просто я вижу везде. Конечно, где-то есть, где не получили бы прибыль, но вы бы перевернулись, поэтому все равно получили бы прибыль. Итак, строим наклонный канал. Да, я же сказал, что я научу вас строить наклонные каналы. Что мы делаем? Мы точку 1 соединяем с точкой 2 и протягиваем вперед. Можно сделать так. Ну, конечно, мы используем, какой тогда ставить тейк профит? Ну, сейчас, Денис, терпение. Терпение будет тейк профит обязательно. Первый тейк профит. Будет первый тейк профит, будут остальные тейк профиты. Но мы поговорим, конечно, сначала о первом тейк профите. И дальше уже будем разбирать. Итак, вот я построил наклонный канал. Наклонный канал. Вот он, наклонный канал, который защищает вот эту вот конструкцию. Вот эту конструкцию 1, 2, 3, которая. Вы помните, да? То есть, я, наверное, думаю, что вы уже выучили, да? Что вот это вот у нас точка 1. Вот это вот точка 2. И вниз точка 3. Вот она, 1, 2, 3. Паттерн 1, 2, 3. И, соответственно, это уже точка 4. Ну, и на пробитии точки 2 мы должны входить в покупку. И все. И это же является коррекцией точкой 3. Вот этой вот синей конструкции. То есть, получается, что нам, по идее, надо вот здесь продавать. Если мы отрабатываем синюю конструкцию, то нам надо здесь продавать. А можно ли продать раньше? Вопрос. Давайте перейдем на меньший таймфрейм. Например, на M15. И посмотрим, а можно было ли продать раньше. А что нам нужно для того, чтобы продать раньше? Нам нужен паттерн 1, 2, 3. Это максимум. Следовательно, это может быть 1. Ну, который дал разворот. Это минимум, который пробил наклонный канал. Вы помните, что нам нужно было пробить наклонный канал. То есть, нам нужно было завершить эту конструкцию. Это, получается, точка 2. А это? А это точка 3. И, опять-таки, видите, у нас здесь был один максимум. И мы его пробили. И у нас есть тень. Вы помните, что для того, чтобы найти вкусный паттерн 1, 2, 3, который вам даст прибыль, вам нужно, чтобы у точки 1 была тень. Она есть? Она есть. И, получается, что мы могли продать сегодня вот здесь. Используя паттерн 1, 2, 3. То есть, мы просто работаем как с матрешкой. То есть, у нас матрешка вроде большая, да? И если мы откроем эту матрешку, то мы можем там достать меньшую матрешку. А если мы ту откроем, мы можем достать еще меньшую матрешку и еще, еще, еще меньшие матрешки. И, получается, что это нам дает возможность найти большой потенциал для применения то есть, мы можем, увидев какую-то большую конструкцию, в ней найти конструкцию меньшего волнового порядка. И, таким образом, мы можем найти точку входа, которая нам даст очень большой потенциал. Она нам даст очень маленький стоп-лосс, потому что, если мы отрабатываем такой паттерн 1, 2, 3, то где мы должны ставить стоп-лосс? Мы его должны ставить вот здесь. Правильно? А вы помните, что синий паттерн 1, 2, 3 нам говорил о том, что мы должны были ставить стоп-лосс вот здесь. А зеленый паттерн 1, 2, 3 нам говорил, что мы должны были ставить стоп-лосс вот здесь. То есть, получается, что мы вместо того, чтобы ставить стоп-лосс вот здесь, мы могли его поставить здесь. Ну, это, я думаю, на 31 пункт получается меньше То есть, это потому, что мы спускаемся на меньшие волновые конструкции И там же находим паттерн 1, 2, 3 Но, конечно, этот паттерн 1, 2, 3, он должен подходить под требования То есть, не все, что вы видите, является паттерном 1, 2, 3 По той причине, что я уже сказал, что очень хорошо, когда Ну, даже не очень хорошо, наверное, это такое должно быть требование Когда у паттерна 1, 2, 3, обратите внимание, здесь что было Паттерн 1, 2, 3, ведь так у нас есть тень Вот она, эта тень, вы же ее видите То есть, мы прошли вверх, движение было вверх Наклонная линия, ну, здесь наклонная линия была не пробита Но если по этой построить, то здесь где-то можно было найти Но у нас было какое-то ложное пробитие Была тень, сильная тень, большая тень У нас под даже фракталы показали о том, что сформировался паттерн На самом деле, мне кажется, с помощью фракталов Проще всего находить паттерн 1, 2, 3 Кто-то использует зигзаг, но мне кажется, что зигзаг Это не то, что надо использовать Ну, почему-то люди любят использовать зигзаг Я не люблю использовать зигзаг для нахождения этого паттерна Вот у нас получается точка 1, точка 2 и точка 3 Если мы говорим о фрактальном анализе То это у нас получается фрактал старта Сигнальный фрактал и фрактал стока Естественно, можно было продавать и первый тейк профит опять-таки был бы взят Ну, да ладно, давайте я расскажу, что значит первый тейк профит А то я все никак не расскажу, что такое тейк профит Где же его искать, почему первый тейк профит был бы взят Давайте перейдем на больший таймфрейм Как же надо находить первый тейк профит паттерна 1, 2, 3 Давайте для удобства сделаем Ну, в принципе, здесь линия есть Я думаю, что я смогу эту линию отбить Мы берем вот этот отрезок номер 1 Ну, то есть, который от точки 1 до точки 2 Мы берем этот отрезок и его замеряем Вот мы его замерили Этот отрезок Вот такой у нас получается отрезок Где же находится первый тейк профит? А очень просто Мы берем от точки 3 и через точку 2 Мы проводим этот отрезок Получается, что первый тейк профит по синему паттерн должен был быть вот здесь То есть, вот здесь мы должны были закрыть первый тейк профит Давайте посмотрим вот эту восходящую конструкцию Давайте я теперь линию А, ну, эту линию можно оставить Вот так А эту линию мы удалим И посмотрим А у этого красного паттерна 1, 2, 3 Мы могли взять первый тейк профит или не могли? Давайте замеряем Ну, здесь волна B, в принципе, такая глубокая Поэтому ниже, что могли То есть, получается, что вот здесь вот Вот здесь вот мы должны были закрыть нашу покупку И опять получается, что мы бы взяли профит Несмотря на то, что было маленькое движение Мы бы взяли профит Взяли бы, правильно? Я же не обманываю То есть, вот я замерил отрезок от точки 1 до точки 2 Я замерил его высоту Поставил этот отрезок от точки 3 через точку 2 вверх Ну, то есть, по направлению тренда И вот он, тейк профит То есть, здесь я должен был выставить первый тейк профит Который, конечно же, был получен То есть, ну, вы же это видите, да? То есть, цена дошла Тейк профит был получен Давайте перейдем на меньшее таймфрейм Мы здесь тоже что-то рисовали Я говорил, что даже там мы получали бы свои тейк профиты На самом деле, они здесь везде И везде они были бы получены Можно разбирать все, что угодно И вы везде найдете этот тейк профит на самом деле Потому что это структура рынка То есть, я вам сейчас рассказываю На самом деле, самое главное Что обязан знать любой трейдер Это не торговая стратегия Потому что это сердце рынка Это кровеносная система валютного рынка Это больше, чем торговая стратегия Все торговые стратегии Это полная ерунда По сравнению с тем, что я вам сейчас рассказываю Потому что это не что иное, как структура рынка Это основа Это просто жизнь рынка, которая неизменна То есть она всегда останется такой И никогда по-другому не будет Как бы не менялся рынок Всегда будет только так и никак иначе Как определять первый тейк профит мы с вами разобрались То есть мы берем отрезок от точки 1 до точки 2 Замеряем длину этого отрезка Вот у нас зеленая Кстати, где сегодня я должен был закрыть эту сделку? Я просто оставил, потому что этот счет на какие-то там Или 300 или 400 долларов Ну короче, смешной счет Я на другом счете, конечно же, закрыл И, кстати, я закрыл именно по правилу паттерна 1, 2, 3 Получил прибыль Меня все устраивает Давайте замерим высоту От точки 1 до точки 2 на зеленой конструкции Вот у нас такая высота А теперь берем эту высоту И замеряем от точки 3 через точку 2 Вот она, эта высота То есть получается, где нам надо ставить тейк профит? Тейк профит нам надо ставить вот здесь То есть вот здесь вот у меня сегодня закрылось на основном счете На котором я торгую нормальными деньгами Здесь у меня закрылась сделка Я получил прибыль, все хорошо То есть это просто отработка паттерна 1, 2, 3 А ведь войти мы могли даже вот здесь вот в рынок, в продажу То есть вот здесь вот мы могли войти в продажу И при этом поставить вот здесь стоп-лосс То есть получается стоп-лосс бы у нас был 18 пунктов А тейк профит можно было взять 60 пунктов Ну, я считаю, это хорошее соотношение Хотя вот посмотришь на паттерн 1, 2, 3 И думаешь, нет, это неинтересно Я же хочу брать 1 к 20 Я же такой классный перец И мне нужно брать 1 к 20 Ну, вы знаете, нужно убрать вот эту вот сказку с головы Которую вам кто-то там вдул в голову Никто не берет 1 к 20 Это что-то из области фантастики Если вы забыли про сделку Просто реально забыли Выключили метатрейдеры Уехали в командировку И не выставили тейк профит А цена пошла в вашу сторону Да, вы можете приехать с командировки И реально взять 1 к 20 Если было какое-то сильное движение Но не в других случаях В других случаях не берут трейдеры 1 к 20 Это что-то такое вот космическое Чего на самом деле нет И как же можно использовать первый тейк профит? Потому что вы видите, что цена очень часто подходит К первому тейк профиту так или иначе То есть, ну, реально туда цена летит Прям вообще даже на коррекциях Мы получаем первую цель Если мы ее не получаем Мы можем всегда перевернуться Потому что, например, мы бы здесь не получили первую цель Но мы же знаем, что мы здесь должны были продавать Правильно? А вы помните, что стоп-лосс мы поставили здесь Если мы входим в покупку Где мы ставим стоп-лосс? Мы ставим за точкой 1 Вот наша восходящая конструкция Точка 1, точка 2 и точка 3 Вот они, наши три точки Здесь мы на пробитии входим куда? Мы входим в покупку Первый тейк профит Мы здесь увидели, да, здесь цена дошла Но, допустим, она не дошла Так уж случилось, что она не дошла Мы построили наклонную линию То есть, наклонный канал И мы видим, что здесь было пробитие наклонного канала После этого коррекция И после этого была импульс Но мы это увидели на тайм-фрейме M15 Ну, какая разница? Какая нам разница в какой тайм-фрейме? То есть, что мы делаем? Этот стоп-лосс, который был здесь Мы перетягиваем сюда Мы его перетягиваем сюда То есть, мы, получается, переворачиваемся И здесь же мы открываем продажу Получается, что вместо запланируемого Тейк профита, который у нас равнялся бы 23 пункта Мы берем стоп-лосс, равный 6 пунктам То есть, вместо того, чтобы потерять 23 пункта Мы теряем 6 пунктов И тут же переворачиваемся И продаем И уже с продажи мы, конечно же, зарабатываем То есть, получается, что нам не обязательно держать сделку Не обязательно ждать, когда сработает наш стоп-лосс Мы можем просто переворачивать сделки И тем самым мы минимизируем наши возможные потери Хотя мы и так, когда мы выставили стоп-лосс Мы уже были готовы потерять свой 1%, если вы торгуете 1% Или 2%, если вы торгуете 2%, или 50% Если вы камикадзе и торгуете 50% Но вы можете уменьшить этот риск Вы можете его уменьшить в 2-3 раза А то и просто сделать его нулевым То есть, вообще совершенно ничего не потерять Если цена прошла в вашу сторону Но не дошла до тейк-профита То есть, получается, что вы можете всегда использовать переворот На завершение конструкции Потому что 1-2-3, паттерн 1-2-3 Он создает конструкцию А, Б, С Потому что паттерн 1-2-3 Вот у нас паттерн 1-2-3 Он нам дал конструкцию А, Б, С И вот по этой конструкции мы строим наклонный канал И вы уже умеете его строить правильно То есть, мы просто соединяем точку 1 и точку 3 И по ней проводим эту линию Это и есть наш наклонный канал Который действительно классный Который классно работает И показывает реально правильную картину То есть, он опять показывает структуру рынка Он показывает вот эту вот венозную систему Всего этого живого организма На котором мы с вами зарабатываем деньги И все, вот такой паттерн Я думаю, что этот паттерн раскрывает технический анализ Больше, чем любой вид технического анализа Или даже больше, чем я мог рассказать Вообще о каком-то другом виде технического анализа Потому что все они так или иначе Включают в себя паттерн 1-2-3 И именно за счет того, что мы будем уменьшаться Уменьшаться, уменьшаться Мы можем брать ранние точки входа Я думаю, меньше М5 не стоит Будем брать ранние точки входа Будем брать большой потенциал Потому что если мы видим, что у нас формируется Пробитие уже нашего главного паттерна 1-2-3 То почему бы не отработать его Почему бы не замерить эту высоту Не откинуть ее сюда И не закрыться здесь Вместо того, чтобы закрываться где-то здесь Например, потому что вы помните, что мы замеряли эту высоту И здесь у нас получился такой небольшой тейт профит А если мы замеряли бы вот эту высоту То у нас получился бы еще меньше тейт профит Правильно? То есть получается, что мы сами выбираем Какой нам брать тейт профит Какой нам брать потенциал Именно от того движения, которое есть Но важно помнить, что необходимо использовать наличие тени И также очень хороший фильтр для сделок Это расхождение Это зоны перекупленности, перепроданности Это то, что всегда помогает прибыльно торговать Всегда То есть на это необходимо обращать внимание На самом деле не просто у меня стоит индикатор А весомый осциллятор Я для определения дивергенции Я использую именно индикатор а весомый осциллятор Ну просто мне удобно, я его использую Вы можете использовать индикатор MACD Если вам он ближе Но я использую именно этот индикатор Ну так уж получилось, что я его использую Почему? Не знаю Просто так И опять-таки обратите внимание В нашей первой точке То есть самое зарождение нисходящего тренда По валютной паре американский доллар и иена У нас первая, да, у нас образовалась тень Тень это хорошо Мы знаем, что в паттерне 1, 2, 3 В точке 1 должна быть тень Давайте посмотрим на индикатор а весомый осциллятор Ведь мы видим, что у нас на индикаторе а весомый осциллятор Образовалась дивергенция Причем дивергенция растущая Почему растущая? Потому что мы видим, что точка 1 Вот она у нас, точка 1 То есть у нас где-то вот здесь находится точка 1 Высший пик на индикаторе а весомый осциллятор Давайте посмотрим следующий пик на индикаторе а весомый осциллятор Вот он, этот пик То есть где-то, где-то вот Ну вот здесь вот получается, наверное Или вот здесь Ну точки находятся на одном уровне Поэтому мы его просто поставим посередине То есть вот он, наш бугорочек И вот он, этот бугорочек я отметил Давайте отметим еще один бугорочек Вот он, этот бугорочек То есть он где-то получается вот здесь Вот он, этот бугорочек И дальше мы видим, что цена пошла еще дальше, то есть получается, что восходящее движение продолжилось, но при этом на индикаторе овесом и осцилляторе у нас бугородчик стал еще меньше. То есть у нас этот бугородчик был выше, этот ниже, ниже и еще ниже. При этом на графике мы видим, что выше, выше, выше и еще выше. Это что? Это нарастающая дивергенция, которая говорит о наличии слабости. Получается, что здесь паттерн 1, 2, 3 просто не отрабатывать это грех. И мы увидели, то есть мы получается с помощью индикатора овесом и осциллятор мы нашли эту слабость. Вот она эта слабость, ее нужно отрабатывать и все. То есть если мы видим наличие слабости, если мы видим тень, которая пробила максимум, то есть она пробила какой-то получается уровень, потому что у нас здесь какой-то образовался уровень. После этого мы его пробили, то есть мы пробили какой-то максимум и дальше пошли. Да, кстати, видите, здесь даже уровень 1.14 ровно, вот я сейчас натянул, поставил перекрестие, а мы видим, что у нас максимум находится на 1.1401, то есть как раз на этот один пункт мы пробили круглый важный уровень 1.14, что тоже хорошо, тоже говорит о том, что здесь, скорее всего, вынесли участников рынка, и поэтому классно будет идти вниз, и в принципе здесь это движение вниз и было, то есть мы могли и здесь продавать, мы могли и здесь какой-то находить, опять-таки паттерн 1.23 продавать, здесь мы опять-таки разобрались, что нам нужно было продавать, то есть было множество возможностей продавать, в том числе были возможности и покупать, и опять-таки этим не воспользоваться было глупо, потому что, ну, вот даже если мы увидим, ну, то, что вот прям сильно видно классу, вот это вот вверх, да, это точка 1, точка 2 и вниз точка 3, И если мы отмерим наш take profit, первый take profit, первый take profit, я говорю всегда о первом take profit, потому что дальше уже нам фартануло, мы пошли дальше, все отлично, нам не фартануло, ну, значит, надо просто не потерять и все. То есть, мы не знаем о том, куда пойдет рынок и как долго он будет идти. Мы знаем, что вероятность срабатывания первого take profit, она очень высока. Вот у нас здесь, получается, нужно было закрываться, вот как раз, видите, здесь даже образовался фрактал. То есть, мы бы здесь закрыли нашу покупку, первую покупку, первую покупку мы бы здесь закрыли и мы бы, получается, что-то заработали, немного, 12 пунктов, но это прибыль. И давайте подумаем, как же можно сделать так, чтобы использовать эту возможность именно первого take profit паттерна 1, 2, 3, снизить риски и не подвигать сделку без убыток. Потому что, понятное дело, если мы подвинем сделку без убыток, то, скорее всего, будет ретест уровня, потому что, наверняка, кто из вас торговал уровни, тот знает, что очень часто происходят ретесты. Ретесты уровня, ведь мы же вошли на пробитие какого-то уровня. Конечно, здесь можно было войти и здесь. То есть, опять-таки, паттерн 1, 2, 3 можно было здесь найти, это не проблема. И войти по более выгодной цене на покупку. Ну, то есть, вот у нас было 1, 2 и вверх было 3, то есть, здесь можно было купить. Ну, цена была бы выгоднее, согласитесь, прикольно. И что же происходит очень часто, когда пробивается уровень? То цена корректируется к этому уровню, то есть, сделает его ретест. А если она сделает его ретест и мы поставим сделку без убыток, то, получается, нас просто выкинет с рынка и все. Зачем мы ставили сделку без убыток, чтобы нас выкинуло? Это смысл. Мы же хотим остаться в рынке, мы же хотим урвать как можно больше прибыли. И если мы этого не будем делать, то тогда нет смысла и оставлять сделку. Надо тогда просто забирать маленький тейк-профит и радоваться этому. И поэтому, как нам сделать так, чтобы нас не выкинуло с рынка? На самом деле, очень просто. Можно при получении первого тейк-профита переводить стоп-лосс, уже уменьшая его за точку 3. И получается, что если мы развернемся, то мы просто ничего не заработаем и ничего не потеряем. И все. То есть, что мы делаем? У нас здесь, например, в этой ситуации, у нас изначально стоп-лосс стоял вот здесь, когда мы покупали. И когда мы взяли первый тейк-профит, то мы просто взяли этот стоп-лосс и перенесли на точку 3. То есть, сюда. Получается, что до нашего стоп-лосса не так близко. Если бы мы ее перенесли на уровень открытия, то нас бы сразу каким-нибудь чихом и вынесло. А здесь вроде бы как нас и не вынесло. Поэтому вот такая возможность, она может на самом деле уменьшить риски. То есть, если будет разворот, то мы просто ничего не заработаем. Ну и ладно, не так уж это и страшно ничего не заработать. Ну, если будет такой вот тренд сильный, то мы сразу много заработаем. Но при этом мы снижаем риски, мы очень сильно снижаем риски за счет того, что первый тейк-профит по паттерну 1, 2, 3, он срабатывает максимально часто. Вот прям максимально-максимально часто. И поэтому, если мы его используем, этот первый тейк-профит, для того, чтобы получить прибыль и потом двигаем стоп-лосс, то как раз получится, что в случае разворота, в случае того, что это не импульс оказался, а коррекция. То есть, мы хотели, чтобы это был какой-то импульс, а это оказалось коррекцией. И просто мы ничего не потеряем. И классно. Если это окажется действительно каким-то сильным импульсом, то мы можем взять какую-то огромную прибыль, просто используя этот паттерн. То есть, паттерн 1, 2, 3 это структура рынка, это то, из чего состоят движения. И тут ничего не поделаешь, просто это так есть, и это нужно понимать, и это использовать для того, чтобы извлекать на этом прибыль. Потому что это рынок, это рынок, и он такой, я думаю, что я вас в этом хотя бы как-то убедил, хотя бы как-то я вам это доказал. Здесь, кстати, тоже паттерны 1, 2, 3, они везде. И вот обратите внимание, здесь, опять-таки, фракталов здесь не поставил, только вот фракталов нужно поставить. Вот у нас движение вверх, движение вниз. Что это такое? Это получается точка 1, точка 2, точка 3. А давайте найдем не здесь покупку. Даже если бы мы здесь входили в покупку, то мы бы получили прибыль. То есть, опять-таки, получается, что мы бы получили прибыль. Давайте замеряем. Итак, вот у нас размер. Правильно? Да, вот видите, как точно отметил. Это размер отрезка от точки 1 до точки 2. И давайте этот отрезок возьмем и поставим от минимума, от точки 3 через точку 2. Получается, что вот он, наш первый тег профит. Вот он, наш первый тег профит, который мы должны были закрыть. То есть, мы бы первый тег профит здесь все равно заработали. На самом деле, как ни крути, очень часто получается первый тег профит. Очень часто получается первый тег профит. Но здесь, кстати, вот что неинтересно, ну здесь была тень, да, у этой нижней точки была тень, но потом вот эти вот медвежьи свечи, они, конечно, все испортили. А вот здесь вот было, кстати, неплохо, видите, мы пробили минимум, у нас здесь хорошая тень. Вот, кстати, точка 1, точка 2, точка 3 можно было здесь купить. Опять-таки, паттерн 1, 2, 3. Продажа, я думаю, что здесь продажу можно было найти. Это, как бы, я же говорил, оно, просто структура рынка, она не меняется на любых таймфреймах, и поэтому можно находить точки входа везде. Ну да, вот у нас, видите, здесь что у нас? У нас тень, правильно? Вы помните, что, что нам надо? Нам нужна тень. Нам нужна тень, которая будет говорить о том, что было какое-то ложное движение. То есть нам нужно увидеть разворот. Мы его увидели. Отлично. Хорошо, мы его увидели. Получается, что мы можем принять, вот этот вот максимум, можем принять за точку 1. Соответственно, это может быть точка 2. И это точка 3. Получается, что продажа на пробитии точки 2. И вниз прошли нормально, все классно. То есть опять паттерн 1, 2, 3 работает и здесь, он работает везде. А здесь мы могли, кстати, найти точку входа на покупку раньше. Могли здесь войти. Вот 1, 2, 3. Не здесь, могли здесь войти. Вот у нас, опять-таки, получается внутреннее. То есть это 1, 2, 3. И это где 3. Здесь же получается 1, 2 и 3. Получается, что можно было купить вот здесь. Отрабатывая паттерн 1, 2, 3. Take Profit, получается, можно было взять где? Take Profit можно было взять от этого паттерна. А Stop Loss поставить на этот паттерн. И все, получается, что у нас Stop Loss был бы 45 пунктов. А Take Profit мы где-то здесь его замеряли с вами, да? То есть отсюда до сюда 46 пунктов. Даже получается, видите, соотношение чуть-чуть больше, чем 1 к 1 получилось даже в этой ситуации. Просто потому, что мы смотрим на один паттерн, отрабатываем внутренний паттерн, в надежде отработать, получается, внешний паттерн. И все. И вот если вы так научитесь торговать, то я уверен, что вы будете торговать прибыльно, потому что вы будете просто торговать структуру и все. Здесь тоже, видите, была тень, было пробитие и точка 1, точка 2, точка 3. И вот именно, если вы будете находить вот эти вот тени, вот эти вот пробития. Да, а это что такое, кстати? Это я нашел в интернете индикатор паттерна 1, 2, 3. Вот. Такие вот штуковины он рисует, он отмечает эти зоны. Ну, не знаю, мне кажется, что индикаторы и фрактала более чем достаточно, поэтому не хочу, честно сказать, на нем заморачиваться, потому что не вижу какого-то смысла. Да, кстати, здесь, видите, здесь тоже можно было очень хорошо продать, очень хорошо продать. Почему? Здесь супердивергенция, точнее, здесь расхождение. Вот оно, вот оно, это расхождение, очень классное расхождение с выходом за ноль. То есть, мы видим, что у нас на графике максимум обновился, на индикаторе весом осциллятор у нас максимум находится намного ниже. И плюс был выход за ноль, то есть, был слом хребта быку. И вот эти вот точки надо отрабатывать, то есть, что здесь было? Здесь было вниз движение 1, 2, 3, то есть, нужно было. Ну, или вот это увидеть 1, 2, 3, то есть, здесь нужно было продать. Или чуть выше найти на меньшем таймфрейме. Но, в любом случае, паттерн 1, 2, 3, то есть, точка 1, вот эта вот верхушка, точка 1. Почему это точка 1? Вот эта вот верхушка, точка 1. Почему? Что здесь такого, что это точка 1? Ну, конечно же, вы увидели наличие тени. То есть, у нас здесь есть тень, у нас есть пробитие каких-то максимумов. Отлично, замечательно, у нас появилась тень. Второй момент, у нас появилось расхождение. Расхождение на индикаторе весом осциллятор, что очень важно, без этого тоже не стоит все принимать за паттерн 1, 2, 3. То есть, нужно все равно думать, нужно анализировать. Вы трейдеры, и поэтому ваша задача думать. То есть, вы зарабатываете не потому, что вы яму копаете или потому, что вы гайки закручиваете. Вы зарабатываете, потому что вы думаете. Трейдер зарабатывает именно потому, что он думает, потому что он анализирует. И это дает ему возможность зарабатывать. Если вы хотите зарабатывать, нажимая на кнопочку, как тупая обезьянка, то я вас уверяю, вас просто разведут на деньги и все. Я не хочу вас разводить на деньги, поэтому я вам даю вот такой вебинар, который вам даст понимание структуры рынка. И тогда вы сможете действительно зарабатывать. Если вы хотите купить какую-нибудь стратегию, которую вам достаточно как дурачок сидеть на кнопку тыкать и клавиатуру с одной кнопкой, то это не ко мне, я думаю, что это вас только разочарует, такой подход к трейдингу. То есть все-таки надо анализировать, надо находить точки входа. Нужно подставлять различные факторы. Различные факторы, обратите внимание, что на таймфрейме H1 я использую очень часто, не очень часто, точнее я всегда использую 135 скользящую среднюю. Я стараюсь входить в рынок тогда, когда цена находится возле 135 скользящей средней. Почему? Потому что цена будет стремиться к скользящей, а скользящая будет стремиться к цене. Если она находится очень далеко, то вот где-то здесь я бы, например, продажи уже не рассматривал, потому что мне нужно получить какую-то коррекцию. Мы и так уже сильно пришли. То есть где-то здесь я считаю, что не стоит рассматривать продажи. Вблизи скользящей стоит работать, но это мое мнение. То есть опять-таки я использую скользящие. Я использую круглые уровни. И я считаю, что они очень классно работают. Я проводил вебинар по круглым уровням. Я всегда использую их в торговле, потому что это действительно классно. Я использую фрактальный анализ, потому что он показывает хорошо вот эти вот пики, на которых необходимо работать. И это тоже классно. Это тоже классно. И здесь, кстати, даже можно было продать. Вот у нас появилась тень вверх. Давайте отметим эту точку, этот фрагмент. И посмотрим, а могли бы мы здесь заработать. Ну, я вас уверяю, что могли. Вот она эта зона. То есть у нас получается, что это точка 1, это точка 2, это точка 3. И мы должны были что делать? Мы должны были здесь продать. Правильно? Ну, логично. Как же нам определить первый тейк профит? Мы должны просто замерить расстояние от точки 1 до точки 2. Вот мы его замерили. После этого это расстояние должны были откинуть от точки 3 через точку 2. Вот оно, это расстояние. И как раз получается, что вот он наш тейк профит. То есть опять получается, что мы взяли тейк профит даже здесь. Даже здесь мы заработали наш тейк профит, потому что мы просто знаем, как определять первый тейк профит по паттерну 1, 2, 3. Давайте я отвечу на ваши вопросы. Может быть, какие-то вопросы все-таки у вас появились, потому что это структура. На самом деле это очень важная тема для трейдеров. И по евро-доллару разворот получается. И пока на продажу нет входа. Сейчас нет, потому что уже был вход на продажу по евро-доллару. На золоте... Так, ну вот я уже закрыл презентацию. Закрыл презентацию. Надо было чуть раньше писать по золоту. Я бы его показал. Просто я уже, видите, я закрыл график. Точнее презентация у меня уже. На самом деле вы увидите на любых инструментах, вы увидите совершенно то же самое. Ничего не меняется. Паттерн 1, 2, 3. У него название немного может быть глупое. 1, 2, 3. Но на самом деле это, мне кажется, самое правильное название. Потому что это .1, .2 и .3. Зачем придумывать велосипед, когда это просто структура рынка. Это, я как уже сказал, это кровеносная система построения ценовых движений. И все. То есть это основа. Это основа, которую вам необходимо знать. И вы можете ее действительно торговать. И если вы будете торговать ее, и вдруг она окажется неприбыльной, то вы обязательно напишите в комментариях к видео. А видео будет опубликовано на моем YouTube-канале. Будет опубликовано на канале компании Grand Capital. Но я уверен, что вы не сможете этого написать. Потому что если вы будете использовать эти элементарные правила, если вы будете помнить о наличии дивергенции, если вы будете помнить о наличии тени на точке 1, если вы будете помнить о первом тейк профите, то я уверен, что вы будете торговать прибыльно. Конечно, будут стоп-лоссы, но вы не забывайте про перевороты. Если вы не будете забывать про перевороты, то опять-таки вы будете прибыльно торговать. Потому что вы можете попасть на усеченную конструкцию. То есть может просто сработать ваша сделка, и тут же пойти разворот. То есть получается вы попадете на коррекцию То есть вы хотели попасть на импульс, а попали на коррекционную конструкцию Но что вам мешает построить наклонный канал Наклонный канал по этой конструкции, по этой усеченной конструкции И все, вы построили наклонный канал на завершении этой конструкции На паттерне 1, 2, 3 вы вошли в другую сторону, закрыли эту сделку и все Фрактал должен быть на индикаторах, Владимир спрашивает Фрактал есть в индикаторах, метатрейдере 4, в индикаторах Вильямса То есть вы заходите в индикатор Вильямса, там есть индикатор фрактал, называется и все То есть там он в индикаторах Вильямса, потому что именно он применил впервые фракталы на валютном рынке Вообще на графиках, он их первый, кто применил И вот именно, хотя это не он их придумал изначально, но он их применил Поэтому фракталы там Наклонные линии тоже там То есть их не надо искать Они есть в инструментах Take Profit и Stop Loss Я думаю умеете выставлять Но если не умеете, тогда нужно Можно опять-таки посмотреть У меня на канале есть в самом низу Самый последний плейлист Там я рассказывал про Stop Loss и про Take Profit Но если кто-то совсем-совсем новичок То посмотрите там 3 или 4 видео Я не помню, или 3 или 4 видео Для начинающих Совсем-совсем для начинающих Я проводил открытые уроки Именно для начинающих И там как раз рассказывал Самые-самые-самые основы Все, в принципе Я вам рассказал то, что хотел Я вам рассказал самое главное Я рассказал структуру рынка Я надеюсь, что вы это используете Используете для того, чтобы извлечь из этого прибыль Надеюсь, что вам понравился вебинар Во всяком случае я к нему готовился Я старался дать вам максимум знаний За такой короткий вебинар Я вам желаю прибыльной торговли Я вам желаю быть настоящими трейдерами Прибыльными трейдерами И умными трейдерами Всего вам доброго До новых вебинаров Пока Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok